И снова приветствую всех любителей строителей котлов на отработанном масле, а также тех, которые ищут наилучшие конструкции, ищут так, как они сделаны. Я вас приветствую на своем канале и хотел сообщить о том, что я решил сделать экспериментальный котел. Если кто следит за моими видео и знает, как устроены мои котлы, вы, наверное, в курсе о том, что внутренняя камера моих котлов имеет комбинированную схему, то есть там есть жироходные и водоходные трубы. Ко мне поступил заказ по поводу котла на Нектун-100, но просили увеличить его еще и мощность. Мощность увеличить я, конечно, предполагал, как уже, потому что у меня были мысли до этого, и я решил попробовать этот заказ сделать с помощью подобного экспериментального котла. Каким же образом я решил увеличить мощность? Мощность будет увеличиваться за счет того, что само, где происходит горение, там наиболее больший жар, там добавить водоходные трубы. Как же это можно сделать, если там уже они есть? Тем не менее, это возможно сделать с помощью того, что эти трубы можно расположить чуть ближе к центру. Я посмотрел, какая труба наиболее подходящая для котла Нектун-100. Этой трубой оказалась 25-я труба. Было принято решение в шахматном порядке расположить внутри жировой камеры водоходные трубы количеством 20 штук, ближе от основных труб, которые расположены в стандартной конструкции. Что это нам дает? В первую очередь, это дает нам увеличение, небольшое увеличение объема воды, а также увеличение КПД котла при том же расходе. Это очень важно. Сколько у нас будет потреблять данный котел, мы знаем на основе прежней конструкции Нектун-100. У меня есть даже видео на канале. 6 литров в час это максимальный расход. Но данный котел будет потреблять такое же количество топлива, иметь большее КПД. Большее КПД будет он иметь за счет того, что дополнительные трубы будут находиться в жировой камере. Это очень интересная конструкция, мне самому охотно ее попробовать. Я думаю, вы видите, как расположены трубы вот в этом котле. Это вот этот котел экспериментальный. Вот можно видеть, как отверстие вот этих труб водоходных, а также внутри. Это 25 труба, которая находится чуть дальше от 40 трубы, которая расположена по краю. Они также расположены в шахматном порядке и призваны дополнительно снимать тепло, которое будет образовываться при сгорании паров отработанного масла. Это очень интересный эксперимент. Я думаю, всем это будет интересно. Если он получится, то мы получим котел с расходом стандартной Нептуна-100, но с увеличенной мощностью. Сколько прирастет мощность, трудно сказать. Еще для того, чтобы улучшить характеристики котла и чуть-чуть снизить объем воды, я дополнительно добавил по одной трубе с каждой стороны во внешние рубашки котла. Что это нам дает? Ну, в первую очередь, конечно же, уменьшение объема, а в-третьих, опять же, увеличение КПД. Посмотрим, как все это будет работать при испытаниях и как оно себя покажет. Я думаю, вы видите вот эти вот отверстия. Как раз таки, если, проще говоря, вот эти отверстия, вот раз, два, три, здесь вместо трех было два, теперь я сделал три. Конечно же, чуть ужалась сама рубашка, и между трубами не так много расстояния, но я считаю, что это не повлияет на проточность воды. Самое главное, что, конечно же, чтобы вода внутри не кипела при полной мощности котла. Но это все покажет только тестовый запах. Вот такая вот интересная схема котла, которую я сейчас хочу сделать в этом тестовом варианте. Я думаю, всем это очень интересно. Давайте смотреть, что получится. Итак, смотрим, что показывает наш экспериментальный котел с полностью упакованными трубами внутри. 143 киловатта показал котел. Я сам просто в шоке от такого результата. Я думаю, это котел достоин такого результата, потому что он очень плотно упакован внутри трубами. Даже если мы возьмем мощность немножко поменьше, пусть будет, допустим, 130 киловатт, это все равно очень хороший уровень. Данный котел займет у нас наше, так сказать, самое высокое место в герархии моих котлов и будет называться Нептун-130, наверное уж. Вот так вот выглядит котел, который мы запустили и который сварили в виде, так сказать, экспериментального. Насос работает на 10% больше, чем у стандартной сотки, но КПД и нагрев его значительно выше, чем у обычного Нептуна-100. Давайте посмотрим, что у нас показывает дымоход. Итак, дымоход показывает 92 градуса. Это очень-очень-очень хороший показатель для котла, для КПД. Представьте себе, какую мощность выдает и сколько температуры остается для дымохода. А также давайте посмотрим разницу. Подача 70, обратно 46. Разница у нас 24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА